Урок географии Урок географии Урок географии Урок географии Урок географии Транспортная система Это совокупность всех видов транспорта, объединенных между собой транспортными узлами Перевозка грузов и пассажиров внутри страны и за ее пределами Обеспечение связи между регионами Казахстана Формирование территориального распределения труда А также связывание предприятий, отраслей и регионов Казахстана Транспортные узлы Это населенные пункты, где сходятся разные дороги Железные, автомобильные, речные И грузы переваливаются с одного пункта и с одного транспорта на другой Крупнейшие транспортные узлы Сформировались в Алматы, Нур-Султане, Вахтау и Караганде Транспортные средства, пути, организации, погрузочно-разгрузочные пункты Являются составной частью транспортной инфраструктуры Казахстана Транспорт различают по назначению, а также по выполняемой работе По назначению он бывает общего пользования, а также производственный А по выполняемой работе грузовой и пассажирский Виды транспорта наземный, водный и воздушный К наземному относятся железнодорожный, автомобильный, трубопроводный, электронный, телекоммуникации А к водному морской и речной транспорт К воздушному относятся авиационный транспорт Измерители работы транспорта Тоннаж – это количество перевезенных грузов Пропускная способность – это протяженность дорог на тысячи квадратных километрах территории Грузооборот – количество перевезенных грузов, пассажиров на определенное расстояние за единицу времени Рассмотрим железнодорожный вид Эксплуатационная длина железных дорог в Казахстане составляет 14,8 тысяч километров Рассмотрим основные железнодорожные магистрали Казахстана Самой старой дорогой является Оренбург-Ташкент Южно-Сибирская магистраль является частью Сибирской магистрали Трансказахстанская магистраль соединяет север и юг А также следующая магистраль – это Турксип Достоинствами железнодорожного транспорта является большая грузоподъемность Низкая себестоимость перевозок Большая пропускная способность А также дальность перевозок Но есть и проблемы Высокие затраты на содержание и ремонт железнодорожных магистралей Относительно низкая скорость И изношенный парк составов Автомобильный транспорт Протяженность сети дорог общего пользования Составляет 97,4 тысяч километров 23,5 тысяч километров Республиканского значения Транснациональный инфраструктурный проект И транспортный коридор От Северной Европы до Западного Китая Он создан для того, чтобы укрепить экономические И культурные связи между Европой и Азией Общая протяженность дороги 8 445 километров Из них 2787 километров По территории Казахстана Достоинства автомобильного транспорта Самый маневренный Возможность перевозок на любые расстояния Но есть и проблемы Высокая себестоимость перевозок Низкое качество магистралей Постоянные затраты на содержание автодорог Зависимость от погоды Малая грузоподъемность А также экологические проблемы В ряде городов страны Развит городской электрический транспорт Трамвайный, троллейбусный В Алматы находится единственный метрополитен в Казахстане Он был введен в эксплуатацию 1 декабря 2011 года Узко специализированный вид сухопутного транспорта Трубопроводный По нему транспортируется нефть и газ И строится он в разных направлениях Крупнейшие нефтепроводы Проходят через Атрау, Орск, Узень, Жетебай, Ахтау, Узень, Атрау, Самара, Омск, Атрау, Шымкент, Кенкьяк, Атрау, Атасу, Алашанькоу, Тенгиз, Новороссийск И является Каспийским трубопроводным консорциумом Крупнейшие газопроводы проходят через Мубарак, Шымкент, Тарас, Пишкек, Алматы, Бейнил, Узень, Пикдаш, Туркменистан, Бейнил, Александровгай, Российская Федерация, Прорва, Атрау, Кенкьяк, Орск, Средняя Азия, Бухара, Урал Водный транспорт делится на речной и морской На реке Ертес построены водохранилища Буктерминская, Усть-Каменогорская и Шульбинская На реке Свердарье построено Шардаринское водохранилище А на реке Ле построено Копчегайское водохранилище Речные порты имеются в городах Павлодар, Атрау, Уральск, Усть-Каменогорск Река Ертес Главные морские ворота страны – это незамерзающий порт в городе Ахтау Другие морские порты – в Курык и Баутино Морской паром связывает города Ахтау и Махачкалу Морской порт Ахтау Достоинствами морского и речного транспорта являются Высокий грузооборот, дешевизна перевозок благодаря большой грузоподъемности Нет потребности в содержании путей Но есть и проблемы Нехватка квалифицированных кадров Необходимость создания судостроительных и судоремонтных предприятий Реконструкция и расширение портов А также сезонность речного транспорта Воздушный транспорт В республике действует 20 аэропортов Крупнейшие аэропорты в Алматы, Нур-Султане, в Ахтау, в Ахтёбе, а также в Атарау 15 аэропортов допущены к обслуживанию международных рейсов Связь, а также геоинформационные технологии Основная задача – передача информации Казахстан благодаря созданию оптико-волоконных линий Включен в гигантскую мировую коммуникационную сеть Перейдем к практической части урока Задание 1 Вам необходимо проложить маршрут по Туркестано-Сибирской железной дороге Через какие города и станции проходит данная магистраль Правильно! Турксиб проходит через такие города и станции Ташкент, Арас, Шимкент, Тарас, Луговая, Алматы, Семей, Локоть, Барнаул, Новосибирск Задание 2 Определите общие проблемы инфраструктуры регионов Казахстана Предложите пути решения проблем Существуют следующие проблемы Наличие высокой доли однопутных участков сети железнодорожных дорог Ограничивающих скорость движения поездов Износ магистральной сети И неудовлетворительное эксплуатационное состояние многих автомобильных дорог Казахстана Низкий уровень технологической оснащенности транспортных коридоров Республики Длительные задержки транспортных средств на границах А также наличие экологических проблем в автомобильном секторе Казахстана Какие имеются пути решения вышеназванных проблем? Это поэтапное формирование системы двухпутных транспортных коридоров Реконструкция автодорог в соответствии с международными стандартами Повышение конкурентноспособности транзитных транспортных коридоров Посредством доведения их технического и сервисного уровня до мировых стандартов Принятие мер по совершенствованию таможенной и пограничной политики Повышение экологической безопасности автотранспортных средств И их соответствие с стандартом Евро-5 Экологический стандарт, регулирующий содержание вредных веществ и выклопных газов Подведены итоги урока На уроке вы научились на основе анализа инфраструктуры регионов Казахстана Предлагать пути решения, связанных с этим проблем А также выяснили, что жизнедеятельность общества невозможна без транспорта и связи Важнейшая задача транспортной инфраструктуры Казахстана Совершенствование транспортной сети А связи – развитие современных наукоемких видов На этом урок окончен До свидания Субтитры создавал DimaTorzok